Сухим выйти из воды у ребят не получается, а вот с медалями очень даже. Браск, роль, вольный стиль. Добиться победы на первенстве города по плаванию можно любым удобным стилем. Не последнюю роль в водной гонке играет и время. Мы это первенство начали проводить в связи с открытием нашего водно-спортивного комплекса. Это уже ему 14 лет в этом году. И вот в честь нашего 14-летия совместно с городом мы проводим это соревнование. Открытое первенство города по плаванию собрало под знаменами юноши и девушек из Мценской и спортивных школ Орла. Ожидался приезд Ливенской команды пловцов, но свои коррективы внесла снежная погода. Регламент состязаний включал стометровки вольным стилем, брасом и на спине. Награды в дисциплине комплексом определялись также на дистанции в 100 метров. Борьба спортсменов шла в трех возрастных группах. Всего в водном старте было разыграно более 30 комплектов наград. Во-первых, ходить на спинировке, чего многие не делают. А кроме регулярности в тренировках? Кроме, ну, конечно же, заниматься усиленно и интенсивно. Выполнять то, что тебе дает тренер, конечно же. Еще кроме тренировок, выполнять задания, которые тебе дают на дом. Разминка, растяжки. Первый взрослый разряд Чеберяк-Светослав вновь подтвердил, показав брасом лучший результат на дорожке. Для него победа и занятия спортом – это будущий плюс не только здоровью. Вот сейчас, например, результат, который я выполнил, подтвердил, очень скажется на моем будущем поступлении, например, во многие вузы. А другим я хотел бы пожелать, чтобы также планировали свое будущее, особенно в спорте, ведь это главная часть любой жизни. Среди девушек с неплохим результатом финишировала Аня Насуля. Плавание – это часть ее любимого троеборья. Стрельбой и бегом школьница занимается в Манежино-Матросово. Плаванием – на стадионе Ленина. Сил хватает на все, признается спортсменка. Надо, во-первых, в последнем выходить из тренировки, чтобы добиться результата. Нужно перебороть себя, потому что спорт – это вообще очень тяжело, и вот на работах над собой. Данное соревнование – своего рода не только проверка функционала и готовности ребят. По итогам целого ряда успешных выступлений тренерами будет сформирована молодежная сборная Орловской области по плаванию, которая с 11 по 15 апреля будет бороться за призы в Санкт-Петербурге. Сроссийское состязание «Веселый дельфин» объединят команды со всех регионов страны. Мария Полякова, Андрей Деркач, Андрей Борискин. Телеканал «Первый областной».